Всем привет! Давайте продолжим играть в Steel Life. Загрузимся с последнего места. Снова мы перенеслись в Чикаго. В прошлый раз я за целое прохождение успел завершить все события в Праге. Как-то я прям чересчур ускорился, мне кажется. И сегодня снова побродим по Чикаго. Отвлекли нас от чтения пражских записей. Миллер сказал, что совпадают отпечатки пальцев и надо брать этого типка, который диссертацию писал-то, выдвигая гипотезу, что Макферсон был убийцей настоящим. Но, как мы узнали из предыдущего видео, это, к счастью, не так. Но вопрос, откуда все эти видения, еще остался? Играешь в сантехника? Эта проклятая штуковина опять сломалась. Папа, вызови кого-нибудь. Она все время ломается, потому что это ты ее чинишь. Вызови специалиста. Теперь я знаю, что здесь не так. Тебе не понять, тыковка. Это мужские игры. Ну, и как печенье? Точно как было у мамы. Рада, что тебе понравилось. Я сама попозже попробую. Эмм, тогда тебе придется еще сделать. Ах, уже все съел? Ничего себе какой шустрый. Ну, я думаю, что если нас заставят делать их еще, то я справлюсь. Я уже знаю рецепт. Ты съел все? Уже? Ну да. Ну, папа, ты бы мог мне хоть штучку оставить? Ты как, ну ты знаешь, я как начну, так остановиться не могу. Божественно, мой папа печенюшный наркоман. Печенюшный наркоман, да, звучит-то как. Ну зачем ты пустил Миллера наверх? Я тебя три раза звал, потом устал кричать и разрешил ему подняться. Ну, папа, папа, он ведь увидел мою комнату. И что в этом страшного? Ну ты же знаешь, что я работаю с полицейскими, теперь разговором конца не будет. Ну, офицер Миллер выглядит вполне симпатичным. Он такой и есть, папа, но чувство юмора у него полицейское. Опять уходишь? Да, я должна с ним встретиться. Я потом вернусь сделать еще печенье. Спасибо тебе за это. Хорошо, доченька. До встречи. Пока, пап. Да, комнатка у нашей героини действительно смешная. Уж точно не комната для полицейского настоящего. А это, похоже, сумка с инструментами, да? А что, можем что-то взять из нее, да? Сейчас мне резак не нужен. Резак. Ну, отлично. Ладно, будем иметь в виду. Уверен, что пригодится. Например, мы сейчас пойдем брать этого чувака, который в студенческой общаге живет. Забыл уже, как его зовут, честно говоря. Выяснится, что его нет на месте, и нам придется проникать в его комнатушку. Всеми законными и незаконными способами. Я, кстати, ребят, так и не понял, почему предыдущая часть видео до сих пор висит только в 360p. Ну, по крайней мере, вот на момент, когда я записываю эту часть прохождения, она еще до сих пор висела в 360p. И это как-то печалит. Ну, хотя, конечно, у игры разрешение 800 на 600 тоже не блещет параметрами. Но, тем не менее, все-таки я не зря выкладываю видео в 720p. Они все равно, хоть это и небольшой апскейл получается, но выглядят получше, чем уж в 360p точно. В общем, YouTube что-то чудит. Ну, как у нас тут дела? Подозреваемый уже арестован. Привет, Миллер. Привет. Эй, Вацлав. Нам надо с тобой поговорить. Агент Милашка снова здесь. Что еще за Милашка? Тш, слушай. Ты это слышал? Что? Это, наверное, кино по телевизору. Нет, не думаю. А я думаю, там идет кошмар навсегда. Нет, это по-настоящему. Да ладно тебе. Это называется, у полиции возникли подозрения. Ну, ты даешь, Виктория. Звони Тейту. Ну и Пурга. Позвоню, потом. Господи, Миллер. Ты был абсолютно прав. Это похоже кино. Не смешно. Мы можем здорово вляпаться. Да ладно тебе, Миллер. Не гунди. Давай проверим его комнату. Видишь, я был прав. Кошмар навсегда. Ну, а что, нам же нужен был повод. Мне кажется, вполне подходит. Откуда мы знали, что это телевизор? Ну, правда, а? Мы что, тут киноманы? Синефилы? Знаем, как звучат все фильмы? Мне кажется, что это в нашу обязанность не входит. У полицейского нет времени смотреть кино и развлекаться. Вон, даже в записке нашего деда мы никак не можем до конца прочитать. Все время нас кто-нибудь отвлекает. В этой комнате ничего интересного не вижу. А здесь? На вид тоже ничего подозрительного. О, он совсем больной. Ой, да ладно тебе. Видишь, картинки на стене. Вижу. И что? Кино с кровяшкой. Фотографии с мест преступлений. Порнуха. Продолжать? Ты только что описал вкусы трех четвертей пубертатного населения Америки. Он безобиден. Мы здесь для того, чтобы разобраться с отпечатками. А не для того, чтобы составить представление о его гнусном характере. Это мы оставим для адвокатов. Так, нам нужен полицейский, чтобы охранять дверь. Ну, а ты на что, Миллер? Ну, мог бы постоять на стреме, в конце концов. Фотографии людей, ставших жертвами серийных убийц. Ну, это нездоровая, конечно, фигня. Но если он писал диплом на эту тему по криминалистике, то неудивительно, что у него тут какие-то вырезки наклеены. Ему же нужно было изучать материал. Не знала, что у «Кошмара навсегда» есть продолжение. Ну, ты не истинный фанат просто. Вот в чем дело. И что это за фильм, кстати? «Кошмар навсегда», кто знает. Эти грязные шмотки срослись и образовали новую форму жизни. Не, лучше туда не соваться. Старый комп. Интересный вот такой вот форм-фактор. Сейчас вот такие плоские компы практически не выпускают. Ну, разве что бывают корпуса для совсем маленьких медиа-центров, таких как бы в виде видеомагнитофода или DVD-плеера такого вот формата. А вот чтобы обычные домашние системники вот так выглядели, сейчас это уже не встретишь. А вот во времена Pentium 1 это было вполне себе в порядке вещей. Тогда же не было никаких здоровенных этих карт периферии. Никаких длиннющих, высоченных видеокарт, ничего подобного. Бьюсь об заклад, если бы я распылила на эту кровать люминол, на неё было бы не взглянуть без тёмных очков. Чё ты думаешь, тут куча следов крови? Или чего-то другого? Других форм жизнедеятельности, которые появились благодаря... Статьи про серийных убийц. ...чрезмерному просмотру порнухи. Ну и здесь то же самое. Посмотрите, какие звёзды. Банди, Гейси, Беркович, Рамирес, Фиш, Риджве и Де Сальва. Хм. Какие-то кинозвёзды мне неизвестны. Возможно, это всё те же участники фильма. Как он там называется? Страх навсегда или что-то такое? Я уже даже забыл его название, ребят. Ужастики не моё. Что происходит? Это наша работа, мисс. О, здравствуйте. Вы Мия, верно? Гробовое молчание в ответ. А где вы работаете? Вот моя карточка. Адрес написан на обороте. Можешь проверить? Встретимся там. Конечно. Это лучше, чем чувствовать себя сбоку припёкой. Хорош ворчать, Миллер. Давай работай. Вы не будете против, если я спрошу, чем вы там занимаетесь? Нет. Что вы. Я вам даже могу показать, если хотите. Я ведь вижу, какое у вас накопилось напряжение. В плечах и шее. Моя квартира совсем рядом. Спасибо, но мне придётся отказаться. Мне очень нужно поговорить с вами о вашем друге, Вацлаве. Друге? Вацлав — милый молодой человек, но он мне не друг. В лучшем случае сосед. Простите, что прерываю поток ваших вопросов, но могу я быть с вами совершенно откровенна? Не уверена, что мне это понравится, но да, можете. У вас кто-то есть? Не совсем то, что я ожидала, но ведь могло быть и хуже. Отвечая на ваш вопрос, да, у меня кто-то есть. Ох, как обидно. Сейчас у меня времени на разговоры нет, но я с вами ещё свяжусь. Хотелось бы задать несколько вопросов. В любое время моё предложение остаётся в силе на случай, если вы передумаете. Я буду на связи. Отлично. Теперь кроме обычных проституток у нас появились контакты. Лесбиянки-проститутки. Очень милая игра. Вы позвонили, мисс Макферсон? Да, мне нужно, чтобы вы последили за дверью. На случай, если вас ловколор появится. Внешность? Примерно 175, тёмные волосы, очки и шрам на лице. Окей. Я позвоню, если он появится. Отлично. Спасибо, Тейт. Вот, вот человек, который знает своё дело. Которому можно доверить ответственный пост. И заметьте, без ворчания и шуточек в этот раз. Ну, видимо, Миллер не успел ещё никому поведать о нашей комнатушке. Поехали на место работы. Я уже даже догадываюсь, что это за место работы. Догадываюсь, где, как его, Бацлав может проводить свой досуг. Да. Заведение называется Красный Фонарь. Я думаю, что комментариев не требуется. Я... Это... Я... Я, наверное, всё испортил. Слушай, ты ведь не стал изображать из себя крутого парня, как обычно, а? Похоже, изобразил. И что случилось? Я только сказал, что мне нужно поговорить с одним из клиентов. Он меня не пустил. Я попросил снова, только на этот раз... Слегка надавил. Ты хочешь сказать, что махал у него перед носом удостоверением, да? Ну, в общих чертах, да. И что потом? Он потребовал ордер. Так что я в полном дерьме. Нам в такое время судью ни за что не найти. Тем более перед выходными. Поправка. Мы в дерьме. Хотя, погоди. У меня есть идея. Стой здесь на случай, если я пропущу Васлова. Знаешь, как он выглядит? Да. Погоди. А ты что задумала? Просто следи за дверью. Я быстро. Что, наша героиня решила прикинуться работницей данного заведения? Где здесь вход-то? А, вот он. Здесь такая же история, как с активной точки на лифте в конторе. Она никак не отмечена. А, потому что это тоже лифт. Извини, крошка, но я должен взглянуть на твой пропуск. Я без пропуска. Думала, вдруг ты меня все равно пустишь. Не пущу. Ты, наверное, новая девочка. Такие у нас тут голимые правила. Так что ты пропуск не забывай. Забыла пропуск? Никакой работы. А ты совсем не можешь эти правила нарушить? Даже разик? Йо! Слушай, мамочка, правила — это правила. Мне задницу оторвут, если я тебя впущу. Я думал, тебя проинструктировали. Проинструктировали. Просто я живу далеко. Я все бабки на такси потрачу. Возьми такси, и пусть они тебя оплатят. Это уж точно не проблема. Ну и как это будет выглядеть? Только начала работать, и уже клянчит деньги. Так я себя не очень хорошо зарекомендую. Да, я тебя понимаю, но пустить все равно не могу. Эх, не про канала. Чувствую, я придется воспользоваться интересным приглашением от Мии. Истощить у нее пропуск, например. А сколько тут девочек, кроме меня? Четыре. Они точно тебя проинструктировали? Точно. Аккуратно, не спались, Вика. А тебе здесь нравится работать? Ну, в смысле, как оно вообще? Ну да. Мне здесь нравится. Совсем неплохо. Лучше, чем где я раньше работал. Я знаю, как тут у меня. А тебе, думаю, лучше спросить других девчонок. Ладно. Я поехала назад. Возьму пропуск. Извини, у меня правда нет выбора. Я понимаю. Ну нет, так нет. Че ж поделаешь. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Пойдем сейчас вернемся в общагу. Попробуем стянуть пропуск у Мии или еще чем-нибудь подобным займемся. Сидение в засаде должно быть вознаграждено. Я понимаю. В кампус? Как тут дела у Тейта, интересно? Никакие подозрительные личности не проникли? Нет, а он также стоит в дверях. Офицер Тейт? Ну как вы тут? Держитесь? Жаловаться не на что. Здесь хоть тепло. Согласен. Это лучше, чем торчать на улице. Миллеру повезло меньше. Значит, ничего? Нет, ни черта. Слушайте, агент Макферсон, а зачем вы вернулись? Забыли что-то? Вроде того. У меня есть несколько вопросов к Мии. Да, хочу поблагодарить вас за то, что вы рекомендовали меня капитану. На него произвело впечатление. Не стоит благодарности. Как все прошло? Пока это неофициально, но похоже, я уже там. Уже там это где? На повышение пошел? Не понимаю я эти полицейские намеки. Ох, и пожалеем мы об этом. Ну, хорошо, хорошо. Мы воспользуемся твоим гостеприимством и облазим каждый ящичек здесь. Не переживай. Фотоальбом. Так, похоже на девушку, фото которой мы нашли в трупе. А вот это подозрительно. Просто скажи, где? В моей студии Бауэргард 4455. Отлично. Это место я знаю. Пожалуйста, Вик. Скажи, что происходит? Нет времени объяснять. Ты оставайся здесь. Никуда не уходи. Ну, тут, по крайней мере, офицер Тейт рядом. Ну, хоть какая-то минимальная безопасность есть. Хотя он следит за другой дверью. Ну что, думаете, наш убийца снова на коне? Убийца снова какой-нибудь художник или фотограф? Вон, новая точка на карте. Галерея Ричарда. Вот как это место называется. Ну, точно. Опять галерея, опять художники, ребята. Замешаны. Погнали. Какое красивое, пафосное здание. Привет, Ричард. Привет, дорогая. Ага. Все-таки пришла взглянуть на выставку? Вообще-то нет. Мне нужно, чтобы ты открыл ворота. Я должна попасть в одну из студий. Хорошо. Только зачем тебе это? В моем деле, наконец-то, появилась зацепка. В одной из моих студий? Что происходит? Есть девушка, которая может знать убийцу. Она там, внутри. Я должна с ней поговорить. Хорошо, пошли. А может быть, это Ричард убийца, а? Как вам такой поворот? Я готов строить самые сумасшедшие гипотезы. Мне было бы приятно, если бы ты уделила моей работе немного внимания. Господи! Вик! Черт! Ёлки-палки! О, господи! Нет! Мия, стой! Вот черт! Я должна остаться, чтобы охранять место преступления. Так, вызови полицию и найди Мию. Хорошо. Шикарно тут у вас. Ребят, вы вообще не следите, да, за тем, что у вас происходит на студии? Кошмар. Роза закатилась под лифт. Мне ее не достать. Так, а можно как-то этот лифт приподнять? И вытащить розу? Ну, похоже, что нет. И активных точек больше нет. Ну, пойдемте тогда осматривать, наверное, самое интересное, что здесь есть. Это центр композиции. Да, именно его. Надпись «Прощенная грешница». Очень мило. Еще одна фотка. Какая-то тусовка. Там, по-моему, мне показалось, какая-то надпись была с обратной стороны этой фотки. Она следующая. Понятно. Убийц настолько крут, что уже оставляет послание о том, кто будет его следующей жертвой. Мне очень жаль, Стеф. Но почему я тогда не выстрелила? Будь он проклят. Да, вот тоже у меня такой же вопрос. Мучить меня все это время. Почему? Надпись «Прощенная грешница». Почему ты не выстрелила, а, Виктория? Что тебя остановило? Ну, что тут еще есть интересного на месте преступления? Ох, музыкальное сопровождение, конечно, супер пугающее. В этих местах. Цепочка. Ну, очевидно, это нам приспособа для того, чтобы сделать что-то с лифтом. Чтобы достать эту розу. Ну, и, кстати, больше активных точек я не наблюдаю, поэтому действительно потопали к лифту. Попробуем что-то с этим сделать. Ну, Виктория, давай, не залипай в текстурках, пожалуйста. Что-то к концу игры все персонажи начинают все больше и больше застревать в объектах. Это очень странно. О, класс. Нашел, за что зацепиться. Каждый раз забываю, что для того, чтобы применить предмет, нужно, чтобы в левом верхнем углу вот такая иконка появилась только после этого. Мы сможем с чем-то взаимодействовать. Оп. Поехали. Ну да, таким образом лифт оказывается наверху. И роза не придавлена. Неплохой элегантный способ. Браунинг. Кто? Почему мне не сообщили? Не волнуйтесь, я ей скажу. Хорошо. Агент Макферсон. Миллер взял для допроса Вацлава Коллера. Почему меня не проинформировали об этом подозреваемом? Потому что я вовсе не думаю, что он имеет отношение к расследованию. Ваш напарник думает иначе. Он вас ждет в офисе. Сейчас пойдем с ним побеседуем, с этим напарником глупым. Как отсюда выбираться-то? Мы на каком-то заднем дворе? А, ну все просто через ворота. Ну и, видимо, вправо вот сюда. Другого выхода с этой локации я не вижу. Да, это главный вход. Давайте с Ричардом поболтаем, прежде чем уйти. Ну, вообще, и с Клэр неплохо было бы поговорить, но сначала надо бы разобраться с Миллером. Ричард? Да. Она в порядке? Не совсем. Ладно, слушай. Успокой ее, как сможешь. Мне надо в офис, а ты смотри, чтобы Мия не ушла. Глаз с нее не спускай. Пожалуйста, сделай это для меня. Она играет важную роль в моем деле. Конечно, дорогая, нет проблем. Спасибо. Увидимся позже. Скринсейвер из разных картинок. Интересно. Наша фотка. Не знаю, зачем мы ее забрали. Ну, пускай. Все, поехали в контору. Не будем терять время. Надо вообще с этим заканчивать. С этими какими-то жуткими убийствами. Идиотскими подозреваемыми. Надо уже ловить убийцу и стрелять, в конце концов, нормально. И всем будет счастье. Поехали в контору. А какой вопрос меня еще волнует, так это то, как мы теперь сделаем себе пропуск-то. В клуб красный фонарь. Непонятно. Ну, для начала разговору с Миллером. Эй, Виктория, сюда. Он здесь. Что случилось? Еще одно убийство? Да, чувак. Да. При том, что твой подозреваемый был задержан в этот момент. Виктория Вацлав, насколько я понимаю, с детективом Миллером вы уже знакомы. Да. У меня что, проблемы? Можно и так сказать. Я ничего такого не делал. Можете сказать, где вы были ночью три дня назад? Да. Я наверняка работал над дипломом. Наверняка? Я так думаю. Я ведь больше ничем не занимаюсь. Еще студентов натаскиваю, чтобы свести концы с концами. Так вы и познакомились с Натальей? Да. Я помогал ей заниматься. Это все. Позвольте мне показать вам фотографию Натальи. Это ты с ней сделал, Вацлав? Нет. Я ничего с ней не делал. Когда знаешь человека лично, все по-другому, правда? Может, вам стоит сменить интерьерчик? Скажите, как вы познакомились с Натальей? Ты ее сначала утопил, а потом вспорол живот. Я с ней этого не делал. Так как вы с ней познакомились? Я увидел ее записку на доске объявлений в университете. А Синтия? Как вы познакомились с ней? Ты убил Синтию точно так же, как убил Натальи, да? Я вам уже сказал. Я встретил ее на вечеринке у Мии. Тогда как вышло, что у нас есть частичные отпечатки, взятые на месте убийства Натальи, и там, где убили Синтию, которые совпадают с вашими на 99%? Синтия сопротивлялась? Ты поэтому так страшно ее избил? Я ничего с ней не делал. С Натальей я понимаю, откуда там могли взяться ваши отпечатки. Но Синтия, что-то не сходится. Вы ее сняли, так? Что? Расслабься, Васлов. Я просто хочу понять, что между вами было. А? Да. В смысле... Да, я ее снял. Синтия работала в том самом месте, откуда мы вас сегодня взяли, так? Да. Мия и Синтия там работали, но они не помогали в ваннах и не делали массаж. А что же они делали? Они работали в закрытом клубе. В ту комнату допускали только некоторых. Что это за место? Публичный дом? Я не знаю. Я туда не ходил, но я могу сказать, что видел некоторых влиятельных людей. Хватит. Вы свободны, мистер Колор. Ну, шер, зачем ты прерываешь допрос? Он только начал про интересное говорить, про влиятельных людей, публичный дом... И так далее. В чем дело, детектив Миллер? Почему мы его отпускаем? На каком основании? Он однозначно не является подозреваемым. Отпечатки совпадают, но это косвенная улика. Все, я пошла. Постойте, агент Макферсон. Нет, это вы, мать твою, постойте, Браунинг. Отпечатки это не косвенная улика. Вы, идиот! Все, все. Оставим их там пререкаться, разбираться. Ну их нафиг. Пускай теперь Миллер отдувается перед начальством за наши косяки. Хватит. Мы уже выслушивали все эти разговорчики. Так, а что у меня есть в инвентаре? О, пропуск Стефани в клуб Красный Фонарь. Откуда он у меня взялся? Трэш какой-то. Ну ладно. Собственно, видимо, идея в том, что нам надо бы фоточку в нем подменить на свою. Жаль, что все эти негодяи настолько изобретательны, что у них пропуска с фотографиями. Неудобно, однако. Так, что мне надо сделать? Для начала, наверное, надо... Резак для бумаги. Для начала надо как-то вскрыть этот пропуск. Сейчас подумаем, как. Так, оставьте это в покое. Это скотч. Это кисточка. Это порошок для отпечатков, но это нам не нужно все. Погодите, ребят. Кнопка применить не работает. Закон подлости. Резак для бумаги. А вот, отлично, наконец-то появилась иконка о том, что мы можем применять сюда предметы. Надо же ламинацию-то убрать. Правильно. Только, судя по всему... Мы все это дело обрезали вместе с частью пропуска. У меня такое ощущение. Это она готова изуродовать свою собственную фотку ради этого. Забрала у своего молодого человека свою фотку. Чтобы запилить себе пропуск в публичный дом. Наработку, а? Каково, а? Ты же в полиции работаешь. Ну, могла бы с компа у себя тут распечатать фотку-то, но в конце концов-то, а? Так, где очищенный пропуск? Вот он, да? Как комбинировать предметы-то в инвентаре, а? Вот так, похоже. Отлично. Больно я, видимо, привык уже к чуть более современным играм. Ну, когда предметы просто перетягиваются друг на друга. Тут все немножечко по старинке. Это... Ламинатор. Эта машинка может оказаться очень полезной. Это меня немножко смущает. Ну, ламинируем заново. И готово. Вуаля. Подделка документов 99 уровня. Так, игра почему-то сама по себе свернулась. Прекращена работа программы Steel Life. Отлично. Игра вылетела. Итак, ребят, как только я попытался заламинировать новый шикарный пропуск для Виктории, игра благополучно вылетела. Я думал, что она просто случайно свернулась сама по себе, когда попытался ее развернуть обратно, то получил сообщение об ошибке работы приложения. Все. Все повисло, вылетело и накрылось. Ну, и поскольку в этой игре нет автосохранений, как вы догадываетесь, поскольку эта игра достаточно старая, то... Ну, что? Начинать мне придется... С того места, на котором мы сегодня начали видео. И я буду очень надеяться на то, что... Все будет хорошо. И ничего не вылетит. Давайте снова перенесемся... В лабораторию. В конторе. Точнее, не в лабораторию, а к лабораторному столу. В конторе. И вот с помощью магии монтажа мы снова переместились туда, где игра вылетела. Попробуем проделать знакомые нам операции. Обрезать пропуск. После этого обрежем фотографию. Ну, и применим все это добро на ламинатор. Ну, предварительно, конечно же, объединив в инвентаре. Шик. Ну, будем надеяться, сейчас ничего не вылетит. В момент истины. Нажимаю кнопочку. Все нормально. Так, а если я попробую выйти на предыдущий экран? Снова все нормально. It's magic, друзья. Теперь игра не вылетает. Что же это было в прошлый раз? Необъяснимый баг. И самое обидное еще в том, что мне пришлось перепроходить весь этот уровень. По сути, все, что вы видели сегодня, мне пришлось пройти заново. Ради маленького окончания сегодняшнего видео, ребят. Ну, вот прям малюсенького-малюпусенького. Я прям действительно хотел заламинировать этот пропуск. Сесть в машину. Направиться с помощью карты к клубу красный фонарь. И на этом остановить сегодняшнее прохождение. Сказать вам, как всегда, про лайки, комменты, подписку, колокольчик, группу ВКонтакте. И попрощаться до следующего видео, ребят. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok